Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru, с вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске главные события начала февраля. Сюрпризы квалификации Dota Asia Championship, юрист требует запретить Доту, список участников Starladder, а также многое другое. Череда турниров продолжается. На этой неделе стартовали квалификации на Dota 2 Asia Championship, и начались они крайне неожиданно для СНГ региона. Первый же матч между Virtus.pro и Team Effect был прерван по техническим проблемам. По ходу первой карты Solo несколько раз вынужден был переподключаться к матчу, а на 17-й минуте все пять игроков Virtus.pro вылетели и не смогли вернуться. По итогам игры Virtus.pro получили тех луз. Позднее генеральный менеджер коллектива извинился перед болельщиками, а также заверил, что организация сделает выводы по итогам ситуации. Пока на Dota Asia Championship только идут квалификации, на StarLadder iLeague уже определился список участников. OG и Wings получили прямой инвайт. Из европейской квалификации на турнир пробились Team Liquid и Team Secret, из китайской Vich Gaming J и IG Vitality. Digital Chaos будут представлять Америку, а TNT Pro Team – Юго-Восточную Азию. СНГ команд на турнире, к сожалению, не будет. Первые матчи групповой стадии StarLadder iLeague начнутся 23 февраля. Стали известны подробности о новом турнире ESL. Он пройдет в Гамбурге с 28 по 29 октября. Также анонсирован третий сезон онлайн-турнира Eliminations Mod. Напоминаем, что это ивент, в ходе которого каждый зритель может повлиять на список забаненных героев. Чемпионат пройдет с 11 по 17 февраля. На этой неделе юрист из Новосибирска Антон Тихонов сумел взбудоражить все Dota Community. Он потребовал запретить Dota и даже направил соответствующее письмо в компанию Valve. Тихонов отмечает, что при регистрации игра не запрашивает возраст пользователя. По его мнению, это нарушает закон Российской Федерации, так как в игре присутствует пропаганда алкоголя, насилия, а также намеки на секс. К чему приведет разбирательство и приведет ли оно вообще к чему-либо, пока не ясно. Будем следить за развитием событий. К другим новостям. Совсем недавно киберспортивная команда Team Effect подписала новый состав по Dota 2, бывший коллектив Rebels. На этой неделе их примеру последовали и Pentasports. До этого момента основную силу немецкого клуба составляли команды по CSGO и Overwatch. В состав коллектива Pentasports вошли бывшие игроки Question Mark. Желаем команде успешных результатов на европейской арене. На этой неделе ряд профессиональных игроков пообщались с журналистами различных изданий. Даниил Дэнди Ишутин объяснил, что турниры для Natus Windsor — это прежде всего подготовка. «Мы сейчас очень сырая команда, это только начало, и нам нужно найти свою игру, натренировать стратегии и набраться какого-то опыта. И это невозможно сделать без турниров», — пишет Даниил. Сео Vega Squadron Алексей Кондаков также отметил, что поражение — часть работы, и основной целью его команды сейчас является попадание на киевский мейджор. Прогресс у Веги есть, и Алексей считает результаты тренировочных матчей крайне оптимистическими. Ссылки на полные версии интервью ищите в описании. Что ж, надеемся, Доту не запретят в России, а на предстоящем Дота Азия Чемпионшип команд из СНГ будет больше, чем на Старладдере. Это были новости Дота 2.ру. Хотите больше подробнее и с картинками? Заходите на наш сайт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий.